Нарушение правил перевозки пассажиров, транспортных средств, в том числе детей, представляет реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского автокресла в автомобиле жизненно необходимо. Чтобы ребенку было комфортно, нужно правильно подобрать детское удерживающее устройство в соответствии с ростом и весом. Полицейские говорят, для малыша должно стать неизменным правило поездка в машине должна быть только в автокресле. На переднем сидении до 12 лет удерживают только в детском удерживающем устройстве. Сзади детское удерживающее устройство до 7 лет предназначено. Так можно пристегивать имя безопасности. Есть специальные бустеры, треугольники безопасности, позволяющие безопасно, безвредно для здоровья детей, перевозить пассажиров детей. Штраф за перевозку ребенка без автокресла – 3000 рублей. Амина Галямова, водитель со стажем, уверена, всегда нужно пристегиваться самой, а также заботиться о безопасности ребенка. С раннего возраста приучает своих детей соблюдать правила дорожного движения. И не забывает, что личный пример – самый лучший. Это для нашей безопасности первое и самое главное. Поэтому у нас это автокресло для всех детей. Старше ему уже 7 лет, поэтому он уже просто так это пристегнут и едет на заднем сидении. Такие рейды призваны напомнить родителям, что любая, даже самая короткая поездка ребенка в машине, должна проходить только с использованием детского удерживающего устройства. Сотрудники госавтоинспекции Самары продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.